Свобода, которая зависит от чужой подписи. Заложником чужого безразличия оказалась рижанка Валерия. Девушка с инвалидностью получила возможность установки оплачиваемого подъемника в подъезде, который заметно облегчил бы жизнь всей ее семьи. Но получить заветное оборудование все еще не удалось. За установку подъемника должно быть большинство жителей многоквартирного дома, даже те, кто живут в соседнем подъезде. Ответ большинства отрицательный. Несколько ступеней вниз для Анжелики и ее дочери Валерии целое испытание. Ежедневное. Чтобы было проще отвозить дочку на занятия и к врачу, четыре года назад семья перебралась в этот дом. Квартиру на первом этаже. Раньше они жили на восьмом. У нее еще есть электрическая коляска. Она весит больше ста килограмм. И ей доставляет очень много положительных эмоций самой, конечно, управлять и передвигаться. Но без этого подъемника никакой возможности нет вообще пользоваться этой электрической коляской. К счастью, как раз подошла очередь семьи на установку оплачиваемого самоуправлением подъемника. Рига Слаб Клэйвс Департаментс. Он дал добро. И они готовы нам установить этот подъемник до конца этого года. Есть финансирование. Потом могут быть сложности снова, конечно. И мы очень радовались и уже представляли, как Валерия будет передвигаться на своей электрической коляске. Но счастье семьи оказалось недолгим. Однако для того, чтобы установить подъемник в подъезде, недостаточно собрать нужную сумму. Необходимо также и согласие большинства жильцов, проживающих в этом многоквартирном доме. Семье Анжелики с опросом помог столичный домоуправ. Рига Слаб Клэйвс Департаментс разослал жильцам дома анкеты. В данный момент в нашем предприятии основная масса опросов не остается без результата, потому что активность она невысокая до сих пор. Если мы смотрим глобально, то такого рода опросы бывают позитивными в тот момент, когда сами заинтересованные в этой ситуации люди, они участвуют, они все-таки говорят со своими соседями. В опросе дома на улице Брукмаса участвовала лишь четвертая часть жильцов. Зато о проблеме, когда жильцы дома лишают возможности человека с инвалидностью просто выходить из дома, знают ответственные учреждения. Эта процедура, на наш взгляд, очень стара и ее необходимо изменить. Здесь большую роль играет не только правило, но именно почему люди против этого. Это значит, что недостаточно в обществе знаний, осведомленности общества и сочувствия, которые здесь играют важную роль. Те, кто осведомлен, сами пытаются поднимать вопрос доступности среды, в том числе с помощью портала инициатив monobals.lv. Кроме отмены сбора подписей жильцов, Вера также предлагает позволить устанавливать пандусы и подъемники для людей, которые живут в съемных квартирах. За отмену сбора подписей и омбудсмен, который обратился к депутатам парламента с просьбой внести поправки в закон до конца этого года. С таким же предложением в СЭМ еще в начале этого года пришли Дацира Укшана Щепчинска и Инеса Икстена. В комиссии, когда мы собрались, было немного с удивлением негативное отношение с Министерством юстиции и Министерством экономики. По нашим изменениям они вообще считали, что надо, не надо, потому что привлекает большую проблему, такую зону. Но я там сказала, что надо смотреть, что это небольшая проблема. Это мы просто сначала, это первый шаг, что не надо собирать подписи. В итоге большинством голосов депутаты передали поправки на первое чтение. И по мнению Инеса Икстена, вряд ли утвердить эти изменения в трех чтениях удастся в этом году.